В прошлый раз мы говорили о том, что человек состоит из трех частей. Это написано в первом послании Фессалоникийцам. Туда не надо идти, потому что мы уже там были в прошлый раз. Вы уже, поверьте мне, 5 глава, 23 стих, что человек трех составен. Дух, душа и тело. И когда речь идет, основная тема у нас была, как исполняться Святым Духом и что такое исполняться Святым Духом. Потому что я заметил тенденцию верующих, что они стоят вот так вот и говорят, Господь, наполни меня Святым Духом. Well, it does work this way. Бог поместил Святой Дух в наши сердца. И это написано в многих местах. Я новое немножко приготовил места. Ну, скажем, Ефесяне 3 глава, 16 или 17 стих сказано, что верою вселится Христу куда? В сердца ваши. Если ты сердцем будешь веровать, значит, вера в сердце. И поэтому Господь, мы об этом говорили, что теперь Господь поместил себя в наши сердца. Но при этом мы должны теперь сделать так, чтобы по принципу этой женщины, которая поместила закваску в три меры муки, и эта закваска должна заквасить все три меры муки. Так распространяется Царство Небесное. Оно не только распространяется так на земле, оно в прежнюю очередь распространяется так в тебе. Бог поместил эту закваску. Закваска – это не обязательно образ греха. Образы в Библии, они и такие, и такие бывают. Смысл закваски – что она распространяется, что она растет. И вот Он поместил туда, и теперь она должна при твоем содействии, она должна и при моем содействии, она должна в моем сердце, при моем содействии, окей? Она должна распространиться и заквасить всего человека. Весь человек – это и его душу, и его тело. Душа – это твой ум, твой интеллект, твои эмоции, окей, и твою волю. Чувства, your mind, окей, and your will. Вот это вот твоя душа. И вот на эту тему мы с вами говорили. Человек, конструкция, если так можно выразиться, человека, она похожа на конструкцию храма. И поэтому я вам предложил этот рисунок в прошлый раз. И вот я вам опять его даю здесь. И конструкция храма была такова. Значит, вот этот, видите, там плохо видно. Очень мелкими буквами написано «Святое святых», да? Маленьком в этом квадратике. Там, где дух, святое святых. Храм состоял из святого святых, только там находился Бог. Потом святое, святилище. Там было минора семисвечный, помните? Потом хлеба предложения, 12 хлебов на колено. И алтарь, золотой жертвенник. Я это все не показал, потому что об этом сегодня, как сказано, говорить подробно не нужно. И внешний двор, где, в принципе, стоял медный жертвенник, где сжигали животные. И, ну, вот такая конструкция храма. Еще, запомните вот эту вот мысль. Это не моя мысль. Это более умных людей мысль. Внешний двор, внешнее тело или внешний двор служит для того, чтобы ты своим телом познаешь окружающий мир. Ты своим телом реагируешь на окружающую среду, на окружающий мир. Это понятно? Твое тело реагирует на температуру, твое тело реагирует на это. Твое тело реагирует на все, что снаружи. Вот вирус где-то здесь летает, твое тело отреагирует на это. И ты будешь потом мерять температуру. Душа, значит, тело, оно для познания мира. Душа, она дается тебе для самопознания, чтобы познать, кто есть человек. Твоя индивидуальность, это даже не твой дух. Твоя индивидуальность, это твоя душа. Мы, в принципе, с тобой отличаемся, то, что у нас с тобой душа разная. У нас разный интеллект, у нас разные эмоции, у нас разная с тобой воля. Этим мы отличаемся в душе. Душа – это для самопознания, познания человека. Дух для познания кого? Совершенно верно. Поэтому, поэтому дух, который не познал Бога, слушайте, дух, который не познал Бога, он какой? Правильно. Дух, который не познал Бога, он мертв. И в Фессиане 2 глава говорит, что мы были мертвы во грехах и в преступлениях наших. Окей. Бог сказал Адаму, если ты вкусишь этот плод, то смертью умрешь. Кто-то скажет, вот он вкусил и не умер. Нет, он умер. Что это значит? Это значит, ну он же он бегает там по этому саду. Это не важно, что он бегает. Важно то, что его отношения с Богом прекратились. Это и есть смерть. Окей. Так Бог смотрит на вещи. Поэтому основная мысль, то, что мы не понимаем, и то, что я хочу, чтобы вы запомнили. Когда человек верующий принимает Бога, Бог находится только и только в одном месте. Посмотрите на среднюю картинку. Когда этот человек рожденный от Духа. Когда этот человек... Ну давайте сначала посмотрим на первую картинку. Человек, который не родился от Бога. Вообще неверующий человек. У него есть Дух. У него есть Душа. И, конечно, у него есть тело. И весь этот человек, он затушеванный. То есть он нерожденный. Он мертв в духовном отношении. Он не родился свыше. Окей. Этот человек потом слышит слово истины. Написано на Ефесянах. И в нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в него, что произошло? Запечатлены обитованным Святым Духом. Окей. То есть Дух Святой приходит к такому человеку, который принял Евангелие, и не какой-нибудь там бабьей басней, а именно Евангелие. А именно, что Христос умер за твои грехи, что Он воскресли твое оправдание. Окей. That He is coming back. Это Евангелие. Если человек это принял и уверовал, то Дух Святой приходит и ставит печать. Где? Святое святых. В сердце этого человека. Печать это говорит о том, что Бог говорит, He is mine now. He is my property. Это печать of his ownership. Окей. И вот это вот, тут не три человека показаны, а тут показан один человек, но его развитие. Он был сначала первый вот слева, потом он услышал, поверил и принял. Окей. И он теперь, теперь вот он, видите, какой у него светлое, вот там его сердце, там живет, поселился, Бог сотворил себе там обитель. Он родился свыше, это называется. He is born again. Он стал верующий человек. Ну и хорошо ему теперь. Он верующий, и все ему хорошо. И, и, в общем-то, he is saved. Вот. А вот если посмотреть на его душу, то она какая была темная, такая она и осталась. А если душа темная, то и тело будет темное. А что значит тело темное? Дела будет темное. Тело, руки, ноги, они же идут куда не надо, и руки делает, душа не надо. Матфей, пятая глава, смотрите, пятнадцатый стих. Зажегшую свечу. Зажегшую свечу. Ее же не ставят. Понимаете, для чего ее зажигать, свечу? Свечу зажигают, чтобы она, чтобы она, какой смысл зажечь свечу и накрыть ее, какой-нибудь там крышкой, это же ridiculous. Но именно это делают верующие люди. Что такое свеча? Свеча, это когда они приняли, уверовали, услышали и приняли, их в сердце появился этот свет. Понимаете? Вот эти вот девы, пять дев, других дев неразумных, они, в них там же горел светильник? Горел. Почему он загорелся? Потому что это свет Божий пришел к ним. И он горел. Ну, теперь, что с этим светом что-то надо делать, если ты зажигаешь свет, значит, ты ставишь свет, свечу ставишь на самое видное место, чтобы она осветила все помещение. Понимаете? Чтобы свет пошел дальше. Нельзя же ставить его в угол. Именно это и делают верующие люди. У них свет загорелся в сердце, и он продолжает в сердце и оставаться. Душа остается темной. Туда свет они... Бог туда не дал света, но это не Бог должен давать туда свет. Это ты должен туда давать свет. Господь сказал пророка Иезекииле в нескольких местах. Скажем, в 11 главе и в 36, особенно в главе он сказал так, что я... Это он пророчествует о Новом Завете, что я помещу свой дух. Окей, я вам дам новое сердце. Помните? Я не буду читать это. Я вам дам новое сердце и помещу свой дух. Помните? 36 глава. Не для вас я это сделаю, ради себя я это сделаю. То есть он обещал это сделать. И он это сделал. Каким образом? Он, те, которые поверили в Иисуса Христа, он дал им в сердце свой дух. Окей. Ну, а душа моя осталась темная. И вот именно вот это свойственно, это самый интересный человек здесь, самая интересная диаграммка, это вот вторая, средняя, да, that's where the problem is. Потому что вот этот, у него нет проблем. He is dead. No problems here. Этот уже исполненный святого духа, он весь, там, Бог везде. Это вот то, что мы, куда мы хотим прийти. А вот этот, это человек верующий. Понимаете? Это человек верующий. Но если ты уверовал, и через полчаса Бог тебя забрал. Хорошо. А если ты уверовал, и потом тебе нужно 40 лет идти по пустыне, и за эти 40 лет у тебя в душе просветления нету, в мыслях просветления нету, мысли у тебя такие же, земные, окей? Чувствую тебя такие же, земные. Ну и решения твои, соответственно, то вопрос спасения становится очень актуальным. Окей? Поэтому свеча-то зажглась, но это не его заслуга, что свеча зажглась. Это Бог зажег эту свечу. Но ты теперь совершай свое спасение. Это что значит? То, что он произвел в тебе, ты теперь, по-английски там, work it out. Совершай. То есть, неси этот свет дальше. Он остается в сердце. Ну и это плохо кончается. Посмотрите, следующее место, второе послание Коринфянам. Это вообще место очень powerful. В этих стихах, в некоторых, я отдельные слова подчеркнул. Это ключевые слова. Второе Коринфянам, 4 глава, 3 стих. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. Для неверующих, у которых Бог век всего, то есть дьявол. Смотрите, он ослепил ему у них что? Он ослепил умы. Для чего он ослепил умы? Чтобы для них не воссиял свет благовествования. Чтобы они не уверовали во благовествование. Чтобы слепой человек, он не видит свет, а ты на него свет, ему что в темноте быть, ему что во свете быть, ему все равно. Он слепой. То есть, когда слепой человек, ты на него светишь, пока я уже в ему пути, он говорит, мне все равно. Или тут темно, или светло. I don't see anything anyway. Поэтому Бог, это века сего, дьявол, он ослепил людям умы. Чем дьявол ослепил людям умы? Он ослепил людям умы земными нашими какими-то ценностями, земными какими-то целями. Ну, например, мы говорим, что, например, он говорит, ну, если мне не надо далеко ходить, мне достаточно вспомнить себя до того, как я уверовал в мое мышление. Я был 100% уверен, что после смерти вообще ничего нет. Поэтому, что нужно? Бери от этой жизни все. Все принципы и все свои, там, это самое, это makes no difference. Ты живешь только один раз, get the most out of it. Понимаешь? Штует. Окей? То есть, ну, это вот так меня научили, и я так мыслил. Ну, жил ли я так, не жил, это уже другой вопрос. Окей. Потом ценности мирские. Мирские ценности, скажем, ну, слава человеческая, здесь вся взять от этой жизни, иметь кого-то, быть известным, прославленным, богатым, и чтобы прийти к этой цели, я могу и локтями, в общем, все средства хорошо, чтобы прийти к этой цели. Это земные ценности. Ну, отношения друг к другу, понимаете? Писание говорит, так нужно относиться к другу, а в мире люди и так относятся к друг другу, понимаете? То есть, все, все вокруг себя, все вокруг себя. Я использую людей для себя, я не жертвую собой, я хочу, чтобы мне жертвовали, понимаете? Ну, я образно говорю, я плюс-минус, понимаете? Это мирской такой менталитет. То есть, надо выживать, и надо рассчитывать только на себя. И в таком плане. То есть, он ослепил умы. То есть, все, что мирской человек думает неверующий, я не говорю, что он как-нибудь преступник, просто неверующий человек, у него ум ослепленный, у него нездравый ум. Это что значит? Это значит, что все его мышление будет больное. Perverted. Twisted. Twisted thinking. Все его решения, все его выводы. Такой человек имеет семью, такой человек воспитывает детей, и он их воспитывает соответственно, в силу своего понимания этой жизни, у него жизненный опыт. Но все это twisted. Когда такому человеку ты приходишь и говоришь о Боге, для такого человека все духовное, все Божие, оно звучит как юродство, как глупость. И такой человек, самое главное, самое главное, такой человек, он логический, ему нужно доказать, ему нужно показать. Чтобы поверить, он должен увидеть. А вера – это уверенность в невидимом. То есть, все наоборот. И верующие, верующие, ну, верующие, якобы верующие люди есть такие, которые движутся интеллектом. Я вам хочу сразу сказать, что они вообще никуда не движутся. Но они думают, что они движутся. Они ищут доказательства в Писании, чтобы уверовать. Я помню у нас, может быть, ты тоже помнишь, одна была, одна пара стала приходить, пожилые люди, с Ленинграда, такие интеллигентные пары, ну, с Ленинграда, естественно, интеллигентные. Такая пожилая еврейская пара, и стали приходить, что-то он болел, она тоже болела, вот. А потом они говорят, что-то, нет, это нам не подходит. Почему это вам не подходит? А у них машины не было, мы их как-то завезли. Нет, нам это не подходит. Почему? потому что это не наши, говорит, мы, говорит, евреи, а это не для нас, это христианство. Я говорю, окей. Я говорю, так Мессия, он, в общем-то, и был еврей? Нет, мы, и об этом, в общем-то, и пророки говорили, что он, Мессия, и пророки предсказывали, что он будет убит, и, он говорит, вот если я это прочту, если я увижу это в своих пророках, это еврейский пророк, это ее считается, может подумать, она хоть одного знает из них, но не важно. Вот. Я говорю, если я вам покажу, если я вам покажу, что ваш еврейский пророк пророчествует о том, что Мессия будет убит, вы тогда поверите в это? Она говорит, тогда я поверю. Я говорю, пожалуйста. Помнишь это? Я ее открыл, а? В машине прямо. Я ее открыл книгу пророка Даниила. В девятой главе сказано, и там будет, и будет, короче, там, сейчас я прочту. Я уже забыл. Девятая глава. Так. И по истечении шестидесят двух седмиц предан будет смерти Христос. 26 стих. И не будет. То есть он будет предан смерти, Даниил, и его не будет. То есть его убьют. Предан смерти. Я говорю, вот, пожалуйста, Даниил говорит, что Христос, то есть Мессия. Христос на иврите это Мессия. Машьех. The anointed one. Она замолчала, потому что это Даниил. И попрощалась, и ушла. И больше она не приходила. Она осталась без ответа, но ей нужно было, понимаете, то есть доказательство не сработало. Почему доказательство не сработало? Она вообще перестала приходить, потому что она, понимаете, это место, она сказала, что я туда поверю, а поверить она не может. Почему она не может поверить? Потому что эти доказательства работают на каком уровне? Они работают на душевном уровне, на интеллектуальном. Это как теорема какая-то, понимаете, она работает на интеллектуальном уровне. Понятно, понятно, сказать, ты можешь что-нибудь против этого? Нет, это Даниил, это Хизавет, да, ничего не может сказать. А поверить она не может. Почему? Потому что вера, она не на интеллектуальном уровне. Она где? Она в сердце, в духе. Вера это на духовном уровне, поэтому не работают эти доказательства. Запомните это, пожалуйста. Вера это духовный уровень, духовная волна. И когда человек слышит слово, то сердце его реагирует на это слово. Сердце его реагирует на это слово. Он сам не понимает, что происходит. Но так бывает с каждым рожденным от духа. Окей? Теперь, когда сердце его реагирует, он в душе, потому что его will, находится решение в душе, он принимает решение. Он принимает решение, ответить на это вот слово, которое стучится ему в сердце или нет. Некоторые, они принимают решение, нет. А некоторые открываются. И Бог поселяется, но Бог поселяется только вот в этом квадратике. Только. Бог не поселяется в твоем уме. Пожалуйста, запомните это. Бог не поселяется в твоих эмоциях, не поселяется в твоем интеллекте. Его там нету. Он живет только в сердце. Только в сердце. Поэтому враг хочет, окей, чтобы мы воспринимали Бога именно вот на таком уровне. На таком уровне, на душевном, на интеллектуальном, все Божье, оно кажется душевному человеку глупостью. Почему? Потому что Божья идет информация, она исключительно духовная. А душевная, оно не воспринимает. Оно кажется, что это глупо. Понимаете? Поэтому оно не воспринимается. Так вот, сатана что сделал? Он сделал, привел человека в грех. И теперь человек стал душевный. Он стал интеллектуальный. И он поэтому ослепил нам, возвращаемся к месту, он ослепил нам что? Он нам ослепил умы для того, чтобы нам не воссиял это свет благовествования. Окей? А Павел говорит, мы проповедуем не себя. Мы ничего другого не проповедуем. Смотрите, следите за проповедями, что вы служите. Мы ничего другого не проповедуем. Мы только проповедуем Иисуса, Христа, Иисуса Господа, и мы рабы ваши. То есть мы Его проповедуем. Почему только Он должен проповедоваться? Потому что, шестой стих, потому что Бог, повелевший из тьмы воссия свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас. Чем? Познанием славы Божьей в лице Сына Своего, в лице Иисуса Христа. То есть если я не проповедую, если я проповедую что-то другое, какие-нибудь заповеди, какие-нибудь... Я не знаю, люди много чего проповедуют, но только не Его. Окей? Если я не Его проповедую, то слава... Ты никогда не познаешь славу Божью, потому что слава Божия, она явилась только в лице Его. А для чего тебе нужно познать славу Божьему? Чтобы пережить что? Просвещение. Потому что Бог нас просвещает познанием славы. Ты должен познать, что есть слава Божия. Как ты должен познать? Это познание только через познание Сына. Потому что слава Божию, Бог показал Своим в лице Своего Сына. Это понятно? Теперь смотрите дальше. Этот шестой стих внимательно. Там я кое-что подчеркнул. Что там подчеркнуто у меня в шестом стихе? Он озарил что? Он озарил сердца. Правильно? Это шестой стих. Коринфины. Я просто подчеркнул. Я не писал этот стих. А дьявол что ослепил? Четвертый стих. Умы. Значит, окей. Тогда у меня проблема возникает. Я не понимаю. Если у меня ослепленный ум, почему Бог ничего не сделал по этому поводу? Почему Бог просветил сердца? Ведь ум-то у меня слеп. Согласно четвертому стиху. Что Бог сделал, чтобы решить эту проблему? Чтобы решить эту проблему, Бог просветил твое сердце. Посмотрите. Опять вот это вот. Окей. Второй квадратик, смотрите. Второй рисуночек. Все темное, только сердце светлое. Это человек, рожденный свыше. Это человек, у которого сердце просвещено. Все остальное темное. А ум по-прежнему какой? Ослепленный. Он еще темный. Что теперь делать? Почему Бог ничего по этому поводу не сделал? Теперь ты должен обновить, окей, свой ум. Человек преобразовывается обновлением ума. То есть, что ты должен сделать? Ты должен дать этому свету, дать этой истине, которая поселилась у тебя в сердце, которую Бог поместил. Ты теперь должен сделать, ты должен исполниться, ты должен, как говорится, prepare the way, чтобы этот свет распространился, как по принципу закваски. И заквасил и твой, и дальше твою душу, там, то есть ум, и чувства твои, и, ну и дальше, чтобы оно пошло уже и на тело. И чтобы ты пришел вот сюда, в третий рисунок, чтобы ты стал человеком, исполненным Святым Духом. Он просвещенный все. Там у него не только, там у него не только сердце, но и душа. И тело служит все, является инструментом праведности. В принципе, первый и второй номер, они практически ничем не отличаются. Хотя разница колоссальная. Этот рожденный свыше, а этот мертвый. Но если ты смотришь вот так вот на них, на их жизни, ты не видел большой разницы. Почему? Потому что, смотрите, потому что разница только вот в этом светлом квадратике, который в тайне, который сокровенно, ты его не видишь. А снаружи тело и мысли, и разговоры ты видишь, а они одинаковые. Понимаете? Вы видите, что первое и второе, там и душа, и тело, они одинаковые. Непросвещенные. Почему? Поэтому сказано, что если ты будешь творить, если ты поступаешь по плоти, если поступаете по плоти, Римляне, 8 глава, то что? То умрете. А если духом дела плотские умерщвляете, то что? То живы будете. Это серьезно. И многие люди обманываются так. И вот следующее, смотрите, Иаков. Понятно, почему, понятно, почему дьявол ослепил умы, окей? А Бог, чтобы deal with this, Он просветил уже сердца. То есть, еще, как проверить, как испытать человека, как испытать ребенка? Вот как, например, отцу испытать ребенка, который говорит, вот он, я такой, вот я такой, я такой. Отец ему дает какую-то определенную... Отец дает ему, скажем, 100 долларов. Ну, скажем, подростку. А что мне делать? Он говорит, ну, делай, что хочешь. Как этот подросток потратит 100 долларов, это будет говорить о подростке. Понимаешь? Он ему верил 100 долларов. Он их может потратить на что-нибудь нехорошее, он может потратить их на что-нибудь нормальное. Это будет характеризовать не то, что он там говорит, а именно это будет характеризовать этого парня, ну, или девушку. То же самое и здесь. Бог зажег в тебе свечу. Бог дал тебе свой свет. Что теперь тебя характеризует? Что ты делаешь с этим светом, который зажегся в тебе? Если ты его держишь под колпаком, и он как горит в одном месте и в углу, так он и горит там 40 лет. Окей? Это одно. Это тебя характеризует. Это меня характеризует. Но если ты берешь этот свет, и ты им светишь впереди, понимаешь, который освещает тебе путь, и ты видишь этот свет, он светит, и показывает, что это не правда, а это правда, и ты выбираешь истинный путь, это тоже тебя характеризует. Бог, когда-то мы были рабы, а он нас сделал свободными. И говорит, теперь, говорит, иди. Помните, эта женщина, взятая пролюбодеянием? Иди. И не греши больше. То есть, я тебя не осуждаю, и ты свободна. Он нас освободил. И он смотрит, что мы делаем с этой свободой. Что ты делаешь на свободе? Что ты делаешь в свободное свое время? То, что ты сидишь сейчас здесь, это хорошо, но это не тебя не характеризует. Может быть, немножко тебя характеризует то, что ты делаешь в свободное время, которое есть у тебя, может быть. Много, немного, это второй вопрос. Что ты делаешь в свободное время, когда ты один, когда тебя никто не видит? Отчего ты получаешь удовольствие вообще? Вот это тебя характеризует. Свет и истина, которую Бог дал мне, и он теперь смотрит, что я с этим делаю. Или я ее... Как эти девы, помните? Они у него горело, они у них горело, но она у них здесь горела, 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 горела. Ну и все. И потом погасло. Почему? Потому что, кто имеет, тому дается. А кто не имеет, того, оно угасается, забирается, оно угасается. И люди обманываются этим. Люди этим обманываются. Это очень серьезная тема. Поэтому я ее изжую уже второй раз. Например, Яков. Смотрите. Следующее. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите нас ожидаемое слово, могущее спасти ваши души. Что это значит? Он говорит, что это слово, оно не просто... Оно не спасает тебя, слово. А что оно делает? Оно может тебя спасти. Правильно. Что значит? Это слово is able. It has potential to save you. Что это значит? Это значит, что что ты будешь делать с этим словом? Или оно тебя спасет, или оно тебя не спасет. Но оно может тебя спасти. И дальше он говорит следующее, что будьте же исполнители слова, я подчеркнул, а не слышите ли только, которые обманывают самих себя. Итак, в каком случае это слово тебя спасет? Посмотрите. Я подчеркнул. Когда ты будешь его что? Исполнять. Тогда оно тебя спасет. Если ты будешь его, не будешь его исполнять, то он у тебя не спасет. Вот посмотрите, что дальше. Лука. Я пропущу там Петра. Это мне... Мы потом вернемся туда. Смотрите. Всякий, приходящий ко мне, и слушающий слова мои, и исполняющий, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание. На камне. Почему? Когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он был основан на камне. А слушающий, то есть человек слушает слово. Например, не верующий человек, он вообще не слушает. Значит, если он слушает слово, он верит в него. Он его верит, но он его не исполняет. И посмотрите, конец этого человека. Этот человек подобен построившему дом на земле, без основ... Нету основания. И потом, когда была, например, вода, то тотчас обрушился, и разрушение дома всего было великое. Это что значит? Чем отличается этот человек от человека, который не слушает слово? Который говорит, Господь, Бог, я тебе не верю, тебя нету, и вообще... I don't need it. Есть такие люди. А этот, я слушаю, я верю. Понимаете? То есть, это вот первый рисуночек и второй. Первый говорит, это не для меня. А второй говорит, это да, я верю. Я верю. Я верю. Но он не исполняет. Так у этого будет разрушение? Оно уже сейчас видно. А у этого тоже будет разрушение. Но его сейчас не видно. Но оно будет. Конец будет одинаковый. Понимаете? А это же верующий человек. Это же верующий человек. На сегодняшний день он верующий. Потому что у него это самое... Ну это же ужасно. Меня, например, это очень впечатляет. Первое Петра. Первое Петра. Смотрите. Это вообще место для меня. Итак, он для вас верующих... Речь идет о камне. Он есть камень драгоценный, да? Итак, он для вас верующий в драгоценность. А для неверующих камень, который отвергли строители. Но который сделался главой угла камень притыкания и камень соблазна. О которой они притыкаются, не покоряя Слово, на что они и ставлены. Это... This scripture is just amazing. Это... Давайте тут немножко задерживаемся. Значит, я вижу две категории людей. Я вижу две категории людей. Я вижу людей верующих. И я вижу людей неверующих. Верующие люди, это что за люди? Это неважно, кто ходит в церковь, кто не ходит в церковь. Forget it. Я читаю, я посещаю, молитвы. Forget it. Есть только один критерий. И здесь он написан. Есть верующие люди. Окей? Это верующие люди, это какие? Это люди, которые что? Для которых этот камень, краеугольный камень, он является драгоценностью. Это и value this. Неверующие люди. Для неверующих людей этот камень есть что? Совершенно верно. Этот камень есть камень приткновения, о котором они спотыкаются. Притыкаются. В чем заключается их спотыкание? Восьмой стих. Или притыкаются. В том, что они что? Не поступают по слову. Вот и все. Понимаете? Твое отношение к тому слову, которое ты знаешь. Твое отношение к слову, которое у тебя здесь есть в сердце твое. Твое отношение к нему, оно определяет все. Оно определяет, веришь ты вообще в Бога или нет. А какое должно быть у меня отношение к слову? А только одно. Ты должен поступать по нему. Ты должен исполнять. Ты должен... Что это значит? Что это значит на интеллектуальном уровне? Это значит на интеллектуальном уровне, что ты должен мыслить по слову. Мыслить ты должен по слову. Я не помню, я в прошлый раз что говорил. Ну вот, например, о любви я говорил немножко или нет? Или сейчас? Я не помню. Ну, хорошо, я может повторю его, я не помню. Ну вот, например, вот ты меня не любишь. Ты меня не любишь. Или, например, или да. Ну, ты меня не любишь по каким-то причинам. Не нравлюсь я тебе. Вот не можешь выносить меня. Моя естественная реакция ответить тебе такой же взаимностью. Это то, на что я способен. И у меня это мне даже усилий не нужно прилагать. Оно just coming out. Окей? И у меня, соответственно, такое же к тебе отношение. Все. Шалом. Так я мыслю. Я верующий человек. Окей? Я рожденный от духа. Вот. Я вот где. Я вот тут. Потому что у меня в сердце, я говорю, я верующий. Я языками молюсь. И, может быть, если даже под настроением могу и попророчествовать чуть-чуть. Окей? Я верующий человек. Я верю. А тебя я не люблю. Почему? Потому что ты вот так и относишься ко мне, и я к тебе так отношусь. У Бога проблема с этим делом, понимаете? У Бога проблема. Если ты говоришь, что ты верующий, и ты знаешь Слово Божье, то что говорит Слово Божье? Оно не говорит даже тебе из книги. Оно говорит тебе из сердца твоего. Что оно тебе говорит? Что? Любите врагов ваших. Молитесь за обижающих вас. Вот эти вещи. А ну ты знаешь, это тайно или нет? И вот. А я, в принципе, ему ничего плохого не желаю. Пусть он живет сто лет. Так мы любим говорить. Но эти разговоры, понимаете, это именно вот это вот и есть бабьи басни. Бог, ты смотри, что Бог от тебя хочет. Потому что проблема. Потому что вот эта часть, окей, она остается темной. Она темная. Мои мысли темные. Я должен мыслить. Я должен мыслить по Писанию. Что мне Писание говорит? Мы только что процитировали. И эти слова у тебя сидят вот здесь, в центре. Они здесь. Ты знаешь их. Любить. Ты Бога любишь, да? О, конечно. Значит, если ты любишь Бога, ты должен любить и рожденного от Него. Если, как ты можешь любить Бога, которого ты не видишь, если ты не любишь брата, которого ты видишь. Поэтому, если ты любишь Бога, ты лжест. Так Иоанн говорит в первом послании. Значит, I need to deal with this. Я должен... Причем, это не имеет значения, как ты ко мне относишься. Я должен относиться к тебе по Писанию. Сердцу не прикажешь. Прикажешь. Я так вот... Мысли у меня такие. Значит, control your thoughts. Control it. То есть, ты начни мыслить по Писанию. Начни благословлять. Я не знаю, делай, что ты хочешь. Начни думать об этом человеке. Начни относиться к этому человеку так, как Писание хочет, чтобы ты... То есть, относись по Слову. И когда ты будешь относиться по Слову, то у тебя что произойдет с этим? Обновление совершенно верно. Происходит обновление твоего мышления. Обновление происходит твоих эмоций. Потому что эмоции – это тоже часть души. Ты начинаешь чувствовать. Когда ты принимаешь решение... Слушайте, когда ты принимаешь решение так мыслить и так чувствовать, поэтому, конечно, человек, который, может быть, тебя недолюбливает. Когда ты принимаешь решение, тогда приходит Дух. То есть, ты открываешь дверь. Ты открываешь дверь. И Дух, который в тебе, не на небе, а который в тебе, ты пристынешься, ты наполняешься. То есть, Он идет тебе в душу, Он идет тебе в мысли. And you get filled with the Spirit of God. Понимаете, как оно работает? Что мы делаем? Что мы делаем? Мы сидим, я его не люблю, или я ее не люблю, и мы сидим. Господь, вот я ее не люблю, сделай что-нибудь по этому поводу. Бог ничего не будет делать по этому поводу. Потому что Он дал тебе власть, дал тебе силу, чтобы ты что-нибудь сделал по этому поводу. Он сделал свою часть завета. Я обещал поместить, что Он говорит, я обещал тебе что сделать? Дать новое сердце, не новую душу. Бог не занимается твоей душой. Бог занимается твоим духом. Душой заниматься должен ты. Я не мог с вами разговаривать как с духовными, потому что между вами есть споры, зависть, вот эти вот вещи, страйв, раздоры в церквях, зависть, конкуренция, envy, jealousy, вот эти все вещи. О чем это говорит? Это же среди верующих людей. Это знаете, о чем говорит? Это значит, что здесь по-прежнему темнота. Вот здесь вот темнота. А почему здесь темнота? Потому что я не исполняюсь Святым Духом. Я не впускаю туда Дух. Почему я не впускаю туда Дух? Потому что я не мыслю и не чувствую по Писанию. Христос говорит, пришел Иоанн Креститель, не ест и, в общем-то, как бы не ест, и все смеются. Пришел Сын Человеческий, как бы радуется, все плачут. То есть все наоборот. Понимаете? У нас с Богом разные отношения. Мы должны ненавидеть то, что Бог ненавидит, и мы должны любить то, что Бог любит. Но вот эта вот излишняя духовность, что вот у людей бывает, особенно верующих, ну я не хочу называть конкретную эту динаминацию, это будет неправильно. Но есть вот такие, знаете, я их называю суперспиричал пипл. Они суперспиричал. Они вот так вот ловят движение Духа. И вот Дух должен им дать, навеять на них какую-то любовь к Нему или какие-то... No. Forget it. Ты должен... По-английски написано, помышляйте о духовном, а не о плацком. Set your mind on the things of the Spirit. Что такое set? Что такое по-английски set? TV set. Что такое настрой? Окей? Настрой на канал. По-английски. Set your mind. На этот канал. You set your mind. Ну вот я вот так вот чувствую. Set your emotions. Да, но вот я вот чувствую, и я иду... Это не есть, это эмоционально. Это опять-таки... Если ты идешь, если ты даешь руководить себя своими эмоциями, значит, эмоция – это душа. Ты душевный человек. И духовно для тебя будет странно. Ни в коем случае. Не душевная тебя контролирует, а ты контролируешь душу свою. И направляешь душу свою. Запомните это. Никакой душевности. Душевная – это земное. Душевная – это естественное. Это твое, это человеческое. Это темное. Это не обновленное. Это естественное. Понятно? Слово. Что я вижу и к чему я прихожу? Потому что я тоже к чему-то прихожу. Я же, в первую очередь, себе проповедую. Вы что думаете, я вам проповедую? Вам это так. Я же себе проповедую. Так вот, я к чему я прихожу для себя, что самое главное – мое отношение к Слову Божьему. Как я к нему отношусь? Что я с ним делаю? Я его знаю. Но это не имеет значения. Это не решающий фактор. Что я с ним делаю? Вот это решающий фактор. Или я притыкаюсь у Бога. У Бога. Притыкаюсь в этот камень, не покоряя Слово. Это не имеет значения, зная, как я его хорошо знаю, наизусть. Не имеет никакого значения. Если я не покоряюсь, значит, я притыкаюсь об этот камень. А если я покоряюсь Слову, значит, для меня Господь и это Слово есть драгоценность. Значит, I'm okay. Скажите, понятно это? Смотрите, Псалом, Слово, Псалом 118. Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей. Притча. Ибо заповедь есть светильник и наставление свет. Второе послание Петра. Притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику сияющему. Итак, что является светильником? Слово Божье. Окей? Итак, еще раз. Как им нужно пользоваться этим словом, которое ты знаешь? Господь сказал пророку, помните там это видение, по-моему, Амос? Он навел ку-саранчу, он стал молиться, окей. Он увел саранчу. Потом навел еще какое-то бедствие. Пророк стал молиться, Господь говорит, хорошо, помилуй. Потом показал, что? Говорит, что ты видишь? Вижу отвес. Он говорит, все, больше миловать не буду. Что это значит? Это значит, что если ты вот так вот не выровняешься по отвесу, если ты выровняешься по отвесу, и что-то там надо будет милость, я тебя помилую. Но если ты вот так вот будешь заниматься своими там туда-сюда, ходить кривыми путями, то фагерит. Понимаете? То же самое и здесь. У тебя есть вернейшее пророческое слово. Что ты с ним делаешь? Слово – это отвес. Бог будет судить тебя. Слово твое будет судить меня и тебя. Ты проверяешь по этому отвесу, что? Свои мысли. И ты проверяешь свои чувства. И надо быть предельно честным. Что ты чувствуешь? Как ты относишься? Твое эмоциональное состояние. Твое эмоциональное состояние. Филиппийцы говорят. Филиппийцы, он говорит следующее. Ну, мы читали это место раньше. Что раньше я говорил о них, как бы, я не помню, как бы в пример ставил он. А теперь, а теперь говорю со слезами. Окей? А многих говорил часто. А теперь даже со слезами, говорю, поступает, как враги креста Христова. То есть это не неверующие, это люди верующие. Ибо, смотрите, он говорит, ибо их конец погибель, их Бог чрева, их слава в сраме, они мыслят о земном. Если ты мыслишь о земном, если у тебя приоритеты земные, у тебя приоритеты земные, у тебя цели земные, у тебя за пределы земли, у тебя не выходят, а где, ну да, я где-то что-то как-то, но в принципе, it's all about here. Что ты по этому поводу делаешь? Ты сравниваешь? Ты apply your thoughts against the word of God или нет? Нет. Если нет, то плохо. Ты должен, что тебе Писание говорит? О горнем помышляйте, о горнем помышляйте. Там твои ценности, там твои сокровища. Он нас возродил к сокровищу, к богатству нетленному, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. Тебя это радует или нет? Мне это не вызывает никаких эмоций. Well, that's the problem. Может быть, надо что-то делать со своими эмоциями? Может быть, надо их выровнять в соответствии с этим? И дальше сказано, что о сём радуйтесь, поскорбевши немного, если нужно, от различных там всяких вещей. Ты об этом радуешься? Ну, я знаю, да, я знаю. Нет, это не то. Почему? Потому что вот этот квадратик тёмный остаётся. А если квадратик этот второй тёмный, то и внешние, и дела будут тёмные. И вообще, чем это может кончиться? И поэтому в конце, если ничего не сделаешь по этому поводу, то конец у этих будет один. Они мыслят, их конец погибель, они мыслят о земном. Если человек мыслит о земном, значит, он и останется на земле. Если бы они в мыслях, написано по словам, если бы они в мыслях имели то Отечество, то что, то могли бы вернуться. Как, где у тебя мысли, там ты, туда ты вернёшься. Помните, в пустыне? Вот они, мы хотим туда. Ну, хотите туда, ну, хорошо. Вспоминайте жены Лотова, она тоже не могла. Ну, и всё. Она, что она... Ну, вы поняли. Понимаете, понимаете, что нужно делать со словом? Если ты хочешь его учить наизусть, учи на здоровье. Но это тебя не приведёт на небо. Мысли. Где твои мысли? О чём ты мыслишь? Твои эмоции. Христос говорит, радуйтесь о чём? Вот мы здесь, у нас здесь такой министер, что бесы от нас, мол, это самое, убегают. Но, it's not the reason to rejoice. Почему? Потому что, послушайте, если у тебя министер здесь на земле, очень powerful и очень известный, и так далее, и так далее, это тоже не причина для радости. Они пришли такие, вау, он говорит, ну, окей, ну, хорошо, ну, хорошо. Но не этому радуйтесь. О чём не радоваться? А что у тебя, ты записан в книге жизни там? Ну, а я, окей. А чё ты не радуешься? А ты не радуешься, потому что ты не веришь в это? Вот почему ты не радуешься. Поэтому и не войдёшь. Из-за чего? Из-за того, что нет, нет. А из-за неверия? Если ты веришь, что у тебя есть богатство на небе, если ты веришь всем сердцем, что у тебя там есть, что ты богатство и обители, и ты записан, если ты в это веришь всем своим сердцем, вот здесь вот, вот этот центральный квадратик, если ты веришь, то дух пойдёт в мысли. Окей? Ты будешь мыслить, помышлять об этом, и тогда дух пойдёт и в чувства, и у тебя будет о сём радуйтесь. И все твои уныния, и все твои печали, они... Шалом. Валёля и травот. Мол, шалом и даже не до свидания. Окей? Вот что нужно делать со словом. А то... Я знаю, это записано тут, вот разговариваешь, беседа, начинаешь что-то говорить, начинаешь что-то цитировать, и тебе уже пять человек подсказывает, где этот стих написан, и уже все его наизусть знают. Who cares? Ну и что? Кого ты стараешься impress? Ну и что? Не обманывай самого себя. Всегда радуйтесь. Как всегда радоваться, когда у меня вот это, и вот это, и вот это, и всё трещу по швам. Да, но... Если ты направишь свои мысли, если ты направишь свои взоры, если око будет, если и око твоё чистое, будет видеть то, что нужно, то всё тогда будет, понимаете? Оно всё будет это чистое. И тут эти квадратики, они все будут беленькие. То есть ты исполнишься. Ты исполнишься. Я уже, уже говорю это одно. Иоанн, третья глава. Суд же состоит в том, что свет пришёл в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ну вот эти вот два-три стиха объясняют вообще всё. Ибо всякий, делающий зло, и ненавидит свет, и не идёт свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. То есть это для неверующих необязательно. Необязательно. Поступающий по правде идёт к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Буге сделаны. Когда Бог пришёл в сад туда, в этот демский сад, Адам от него прятался. Адам, где ты? Он говорит, I'm not ready to see you now. Maybe tomorrow. То есть он не готов. Он не идёт к свету. Он не идёт. Почему? Потому что он has a problem. Суть состоит в том, что Бог поместил тебе слово. Понимаете, тебе столько дано, что мы даже не понимаем, сколько нам дано. Но когда тебе очень много дано, то будет соответствующий, будет спрос. И слово, которое ты знаешь, оно, в принципе, может и навредить тебе или мне. Потому что раб, который не знал и делал, бит будет мало. А который знал и делал, бит будет много. То есть там, если там разные уровни, то и тут разные уровни. Если ты не знал, ну так, если бы вы не видели, то не имели бы на себе греха. Помните, он сказал, а теперь вы и знаете, и видите. Поэтому грех, что, остаётся на вас. И нам очень много дано. Мы знаем, мы даже, мы знаем то, во что пытаются проникнуть ангелы. Мы знаем то, что даже пророки, пророчества, они даже не понимали, о чём. Мы это знаем. Причём мы это знаем так, что мы даже, we don't even get excited, когда мы это слышим. Потому что мы это уже знаем вот так. А это что значит? Это значит, что твоё отношение и что ты делаешь с этим знаниями, оно будет определять всё, твою судьбу. Поэтому тот свет и тот слово, которое ты знаешь, оно, твоё, что ты с этим делаешь? Что ты с этим делаешь? Ну и вот там, Иоанна я написал по-английски, потому что мне, мне по-русски там, ну и не то, что мне, я не хочу сказать, что мне не нравится, как написано, но там сказано, что если будете веровать в меня, то как в Писании, из вашего чрева потекут реки воды живой. И это he was speaking about the Spirit. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. По-английски так написано. То есть, не из чрева. Почему я думаю, что не из чрева? Потому что написано в Коринфинах, что пища для чрева и чрева для пищи. И что? И Бог уничтожит и то, и другое. Окей? То есть, чрева это, в чём смысл чрева? Пища, покушать, заполнить чрева. Их Бог чрева. Их слава в сраме, они мыслят о земном. Но когда здесь сказано, что из чрева потекут, речь не идёт, как о чреве, то чрево. А именно из твоего внутреннего человека, из твоего сердца, куда Бог поместил твой дух, оттуда потекут реки воды живой. Это что значит? Оттуда произойдёт исполнение Святым Духом, которое... И у тебя есть это. Всё, что тебе нужно, тебе нужно впустить дух и в мысли свои, и в чувства свои. Как впустить? Мыслить и чувствовать по слову. Запомните это. По слову перед. Которое ты знаешь. Чему радоваться? Из-за чего расстраиваться? Как мыслить? В чём помышлять? Написано, что блажен муж, который не ходит, не сидит и не стоит, помните? Там, в чём-то нехорошем. Но в законе Бога он размышляет meditate по-английски. Day and night. Okay? Meditate, то есть он содержит, содержит. Okay? Если что-то Писание говорит в Римляндии, что человек должен содержать Бога в разуме. О! Человек должен содержать Бога в разуме. Что происходит? Что происходит, когда человек, это принцип, ну это не буду сейчас сильно, потому что это большое. Происходит следующее. Это то, что произошло с Саулом. На Сауле было помазание Святого Духа. Его помазал кто? Самуил, помните? И на нём пребывал Дух Господень. Потом он стал преследовать Давида, потом он не послушался раз, потом не послушался два, то есть он стал себя везти, прямо скажем, антигодли. И что дальше сказано? И отступил от Саула Дух Господень, и пришёл на него Дух Злой от Господа. Понимаете? Место пустое не бывает. Если ты из комнаты изгнал что-то недоброе, то ты лучше заполни чем-то добрым, потому что придёт опять недоброе и будет ещё хуже. Понимаете? Никогда место пустое не бывает. Ты должен его заполнить, ты должен свои мысли медитать день и найт. Содержать Бога в разуме, содержать Бога в разуме. Тогда у тебя здравый ум. Что такое здравый ум? Здоровое тело. О, я могу поднять, я могу пробежать. Здоровое тело то же самое. Если тело больное, я не могу ни поднять ничего, не могу. I'm limited. Ум точно так же может быть здравый и больной. Превратный это называется. Превратный ум, он мыслит twisted mind. И мысли, поэтому, когда они видят, что, поэтому, то, что мы сегодня видим, вот эти вот все, вот эти вот мерзости, это все они говорят, это же нормал. Для него это нормал. Тебе от этого мутит, а ему нормально. Почему такая разница? Потому что есть здравый ум, а есть привратный ум. Почему у него привратный ум? Они познали Бога, но не прославили его как Бога, но осуетились, что, в умствованиях своих. И поэтому Бог придал их делать непотребства, придал их тела, чтобы они осквернили сам себя. Потому что они не при любви истины, Бог дал им духа лжи, чтобы они верили лжи. Помните? И в Ветхом Завете что ты сделаешь? Вышел Дух, говорит, я войду и буду в этих устах этих пророков буду духом лжи. Да, ты сделаешь это и успеешь. То есть ты будешь successful, тебе поверят. Почему? Потому что люди не хотят истину, и они принимают ложь как истину, за истину. Поэтому если ты и я не будем держать в мыслях Бога, то в мыслях будет обязательно кто-то другой. Это твоя и моя ответственность содержать свой ум в здравом состоянии. Как? Мысли по Писанию. Не слушай никого и ничего. У тебя есть пророческое слово, которое есть светильник. Оно освещает твои мысли. А вот я чувствую, это не мне не интересует, что ты чувствуешь. Чувствуй по Писанию. И все. И тогда в твои чувства ты исполнишься, тогда придет уже дух. Попитет дух. Продолжение следует...